Всем привет и с вами канал Влад Ютубер. В этом видео я покажу вам, как изменить какую-либо фотографию в рисунок карандашом. Итак, погнали! Для создания этого эффекта нам понадобится вот такая вот картиночка девушки на белом фоне. Также нам понадобится вот такая вот картиночка тетрадного листа в клеточку. Итак, возвращаемся к нашей девушке. И для начала нам нужно создать слой из заднего плана. Наводим наш курсор мыши на наш слой, нажимаем правой клавиши мыши и выбираем здесь слой из заднего плана. Итак, нажимаем, нажимаем ОК и всё, он у нас создался, как обычный слой. Итак, теперь продублируем его, нажимаем правой клавиши мыши и выбираем создать дубликат слоя. Нажимаем ОК и у нас дубликат слоя создался. Итак, идём теперь в изображение, коррекция и выбираем здесь обесцветить. И вот у нас наш слой стал чёрно-белым. Итак, продублируем его, создадим копию, нажимаем правой клавишей мыши, создать дубликат слоя, нажимаем ОК, и вот у нас дубликат слоя создался, у нас появилось два черно-белых слоя. Итак, теперь идем в изображение, в коррекции, и выбираем здесь инверсии. И вот, как мы видим, у нас создалось такое изображение в стиле негатив. Итак, теперь параметры наложения вместо обычное мы меняем на осветление основы. Как мы видим, наше изображение полностью залилось таким белым цветом. Итак, теперь идем в фильтр, выбираем здесь размытие, и размытие по гауссу. И как мы видим, наше изображение появилось в таком стиле карандашного рисунка. Итак, радиус мы можем менять, если поставим меньше, то у нас карандашный рисунок будет меньше такой прорисованный. Итак, ставим побольше, как мы видим, наш рисунок более такой появляется. Итак, я выберу где-то, 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 хай будет у меня 11.4, я думаю, будет нормально. И нажимаем ОК. Итак, есть. Теперь мы выделяем все наши слои, нажимаем правой клавишей мыши, и выбираем объединить слои. Итак, есть. Итак, теперь нам нужно применить к нашему слою уровни. Итак, нажимаем здесь внизу на клавишу, выбираем здесь уровни. Как мы видим, у нас появилось такие свойства уровней. Берем за вот этот вот черный ползунок. Чем больше мы двигаем вот этот ползунок вправо, тем насыщеннее наше изображение. Итак, ставим где-то, я думаю, где-то вот так, я думаю, будет нормально мое изображение. Оставляем так, как есть. Теперь выделяем наши два слоя, нажимаем правой клавишей мыши, и объединяем наши слои. И вот так появился у нас один слой. Итак, выбираем теперь инструмент перемещения. Берем вот так наше изображение, как мы видим, мы можем его двигать. Наводим на наш слой с нашей тетрадкой и вот так вот переносим. Просто вот таким вот образом. Теперь нажимаем клавиши Ctrl-T, чтобы применить трансформирование. Зажимаем Shift и вот так вот увеличиваем наше изображение до того момента, чтобы оно стало нормально на нашу тетрадку. Итак, также вот так вот повернем немного его. И думаю, так будет хорошо. Нажимаем клавишу Enter, чтобы применить трансформирование. И вот какое изображение у нас получилось. Теперь нам нужно избавиться от вот этого вот белого фона. Итак, для этого меняем параметры наложения вместо обычные на умножение. И вот, как мы видим, вот такой вот прекрасный карандашный рисунок у нас получился. Также вы можете, например, отрегулировать непрозрачность нашего слоя. Например, поставить меньше, тогда наш карандашный рисунок будет не такой вот заметен, не такой жирный у нас будет. Ну, на 100% у меня будет нормально. Также вы можете добавить сюда небольшое размытие. Например, если у вас задний план какой-то такой более размытый, чтобы более качественнее у вас смотрелось. Итак, теперь объединим вот эти вот два слоя. Зажимаем клавишу Ctrl, выбираем их два. Нажимаем правой клавишей мыши и объединяем наши слои. И вот и всё. Я вам показал, как сделать вот такой карандашный рисунок в программе Adobe Photoshop. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Итак, с вами был Влад, друзья. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok